Малыш Ручкой своей, румяные щечки, густые ресницы, ну разве не чудо любой восхититься? Но был недостаток один у него, он глазками видеть не мог ничего. Ни папиных рук, что его обнимали, ни мамины глаз, что так ярко сияли, Ни скал высоченных, ни маленьких птиц, ни добрых, упрямых, рассерженных лиц, Ни гор, ни деревьев, не видел никак он в очках или без. Он спрашивал маму, а солнце какое? А как вырастают листочки весною? А небо как море? А море как воздух? Каким-то цветом раскрасило звезды. И все ж непонятно, как выглядит ветер, и что это значит, что ветер бесцветен? Какой он закат? А какой он рассвет? Цвет можно потрогать? Наверное, нет. Шло время, и наш Вартемей подрастал. Чем больше он рос, тем сильнее страдал. С ребятами мяч бы хотел играть, но те не хотели его принимать. Девчонки дразнили, мальчишки смеялись. Да что, даже дети над ним издевались. Так дни пролетали, летели недели. Родители юноши быстро старели. Да сами они бы очень бедны, и сыну помочь не всегда уж могли. Работать как все он, конечно, не мог. Он просто садился у разных дорог и целые дни проводил в ожидании, что кто-то из жалости даст подаянье. А люди давали, но только так мало, что даже на пищу ему не хватало. И страшно представить, что б с ним приключилось, как если б однажды все не изменилось. Сидел у дороги в тот день в Артемей. Вдруг слышит он шум, разговоры людей. Куда и откуда? Весь этот народ. Ему говорят. За Иисусом идет. Идет за Иисусом? Слепой подскочил. Тем самым, что сколько чудес сотворил? Затем ли Иисусом, что всех исцелял? Затем, что слышащим слух возвращал? Затем ли, которому пели немые, которому лихо плясали хромые? Или если, конечно, мне правда сказали, пред ним даже мертвые вновь оживали? Ему отвечают. Затем. Но к нему тебе не пробраться сквозь эту толпу. Слепой оживился. А я проберусь. Спаситель! Кричит он. Христос! Иисус! Толпа загудела. Эй ты, не кричи! Не рви свою глотку слепой! Замолчи! Уйми, спаситель не до тебя. Но он все сильнее. Помилуй меня! Ему говорят. Успокойся, ты тише! А он все свое, как будто не слышит. И вдруг из толпы раздаются слова. Вставай же, не бойся, зовет он тебя. Он скинул свой плащ и, вскочив, побежал. И вмиг он у ног Иисуса стоял. Коленки дрожат, да и руки трясутся. А сзади в толпе голоса раздаются. Смотрите, смотрите, неужто он сможет? Хромых исцелял. А слепому поможет? Но он их не слышит. Он занят другим. Он робко пред Иисусом самим. В волнении кругом идет голова. Вдруг слышит. Чего хочешь ты от меня? Не видя, Иисуса слепой отвечал. Господь мой, учитель, я видеть желаю. О, если бы это увидели вы, от слез удержаться бы вряд ли смогли. Великий Иисус и слепой Вартимей, поверивший в чудо всей силой своей. Всю жизнь будет помнить он голос Христа. Иди, твоя вера спасла тебя. И в эту секунду, да, в то же мгновение, к больному слепому вернулось зрение. И к синему небу, поднявши глаза, герой увидал над собой небеса. И солнце, и воздух. А где-то вдали назурное море, а в нем корабли. Он жадно смотрел на цветы и траву, и лица людей изучал на ходу. Он прыгал от счастья, он плакал и пел. Он жадно смотрел, и смотрел, и смотрел. И все повторял он, как будто во сне. О, Господи Боже, спасибо Тебе.